Дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Саша и добро пожаловать в мой Project Pen, который я уже веду, наверное, года полтора. И мой Project Pen, как я уже говорила в прошлых своих видеороликах, это не что-то, ради чего мне хочется добить косметику, которая просто завалялась и не приносит особенного удовольствия в эксплуатации. Это что-то реально любимое и что есть в коллекции, но в силу того, что пополняется эта самая коллекция у меня с невероятной скоростью, пользоваться этой красотой банально нет возможности. А некий такой Project Pen это своего рода легальный повод воспользоваться любимой косметикой и заодно посмотреть на ее расход. Свой Project Pen я затеяла, в общем-то, ради одной палетки и из-за нее уже со временем как-то все это поросло большим количеством косметики, на мой взгляд. И виновница моего Project Pen это палетка Carly Bible от Anastasia Beverly Hills. Вот эта вот великолепная красотка, которую я сейчас активно трачу и можно уже заметить. Кстати говоря, в отличие от прошлых апдейтов, у меня в оттенке Синди появилась уже маленькая дырочка. И насколько я могу судить, выкопалась в боли небольшая стенка и стесана верхняя часть оттенка Bible. Также я воспользовалась Moo, делала пару макияжей стенкам Стив и Синди, я их часто вместе использую. И таким образом получилось, что здесь вот осталось буквально всего ничего у меня до донышка. Палетку я эту горячо люблю в пир и в мир. Использую я ее тогда, когда мне нужен быстрый, но при этом чистый и гарантированно хороший макияж. И она мне его всегда обеспечивает спустя все эти годы. Покажу, что было до, покажу, что стало после. Может быть, даже в оттенке Boy что-то проклюнулось. Но вот пока что шиммеры у меня в меньшей степени копаются, хотя я стараюсь делать на них уклон по возможности и пытаюсь их копать. Ну, не так, чтобы прям рьяно, просто если есть возможность воспользоваться, почему бы нет. Просто у нас сейчас уже вовсю развивается эта веха шиммеров. Сияшки с флазмсвечением у Деноны, какие-то искристые красивые переливы, как у Тами Танука. И таким образом, что более-менее классические металлики, как в Carly Bible, они отходят постепенно на второй план. И таким образом получается, что как-то что-то не пользуется особенным спросом. Сияшки и металлики у меня из палетки Carly Bible. Хотя справедливости ради, они очень и очень хороши. Следующие две палетки, которые я добавила в Project Pen, это Huda Neon Green, которую я стараюсь копать также активно, но без какого-либо излишнего фанатизма. Здесь я сделала некоторые изменения, потому что вот эти вот сияшки, они очень-очень засаливаются, поэтому приходится их иной раз просто ковырять кистью для того, чтобы добыть какое-то количество продукта, чтобы впоследствии растереть и уже нанести на подвижное веко или же во внутренний угол глаза. И таким образом получается, что для того, чтобы воспользоваться, приходится немножечко копать. Поэтому здесь вы видите некие метаморфозы, потому что я взрыхлила поверхность рефила. И здесь тоже взрыхлила и использовала. Я не вижу каких-то особенных здесь подвижек, хотя, может быть, фото до и после мне будут говорить об обратном. Кто знает, как оно пойдет. И последняя палетка Project Pen для макияжа глаз, это Denona Mini Star, которую я также активно стараюсь копать. Воспользовалась я вот этим вот оттенком, эти вот что-то как-то я немножко подзабросила. И скажу сразу, вот этот вот Duochrome не самый мой любимый из семейства подобных, просто потому что он очень сильно засаливается и мультихром, точнее Duochrome, да, передается очень слабо. Но я его покопала немного здесь, немножко от стенки отошло, выемка стала более активна. Опять-таки покажу до и после, которое было у меня два месяца назад и что у меня стало сейчас. Я их не так активно копала, но тем не менее, какие-то подвижки, мне кажется, также будут иметь место быть. Хоть, например, в случае с Mini Star не такие активные, как, может быть, они могли бы у меня возникнуть. Постоянно забываю выставить это на всеобщее обозрение, скажем так, чтобы это где-то вот было сбоку, вот, как-то что-то не знаю. Оно у меня уходит постоянно куда-то. Вот так вот тогда положу это все дело. Следующий информационный блок моего Project Pen посвящен блескам для губ. И здесь у меня номером один идет Kissing Jelly. Это Too Faced гибрид масла и блеска для губ. Здесь немножко было истрачено, но я отмечать особенно не стану, потому что, ну, совсем воспользовалась, наверное, раза четыре всего. Так получилось, что что-то как-то редко у меня к нему тянулась рука. И второй продукт, который у меня здесь был, это Lumineshный блеск, Lumines Shine. И здесь точно так же, правда, вот он плохо стекает у меня, где-то вот на этой вот риске находится. Я также не буду его отмечать, потому что, ну, как-то вот мало я им воспользовалась. Слишком уж мало отмечать прям совсем миллиметры. С прошлого раза, как я это делала, мне кажется, это как-то, ну, не совсем, наверное, не знаю, информативно. Даже для самой себя как-то смотришь на какую-то стагнацию. А как-то не хочется. Скорее даже вот после отчета, после Project Pen хочется вот как-то вот, как будто вот вспоминаешь о продуктах, хочется ими пользоваться все-таки больше. Поэтому вот эти вот мелкие риски, ну, не особо стимулируют к тому, чтобы пользоваться охотнее как-то. Не знаю, у меня так-то работает. И что хочу сказать? Хочу добавить в свой Project Pen еще один блеск для губ. И это вот такой вот блеск с эффектом увеличения губ от Sephora Collection. Он у меня в 0,1 оттенке, да, самый светлый цвет, он бесцветный. Его даже свочить никакого смысла нету. Это просто бесцветный, красивый глянец, плотный глянец. Он имеет некий стимулирующий эффект, но в отличие от многих продуктов со стимуляцией, этот мне не раздражает. Губы не щиплет, никаких ожогов мне не делать. Поэтому я хочу его включить в свой Project Pen и пользоваться этим блеском. Он достоин внимания и очень хочется, чтобы он не протух и не пара горк. Достался он мне когда-то в адвент-календаре. Даже не когда-то, знаете, в начале этого года достался. Потому что это был адвент-календарь Ильдебатэ, мой первый Ильдебатэшный адвент. Насколько я понимаю, это вообще впервые они адвент выпустили. И я его купила, со скидкой купила, распаковку в сторис, в своей группе ВКонтакте показывала. И вот там мне попался этот блеск. И мне так кажется, что не просто они его в адвент положили. И скорее всего там или сроки подходили, или же такая ситуация, что чем скорее его истратишь, тем как бы больше вероятности, что он не помрет в открытом виде. После вскрытия там скорее всего есть какая-то вот дистанция хранения и нужно ее не запустить вовремя. Так что я решила, несмотря на то, что особенных прогрессов нет, включить еще один блеск к себе в Project Pen. Следующий информационный блок моего Project Pen посвящается продуктам для оформления лица. Это хайлайтеры и румяна. Бронзерами, скульпторами я так и не пользуюсь. Вот как не пыталась себя приучить, все-таки это не моя ниша продуктов. Что-то вот, не знаю, не нравится мне. Поэтому я предпочитаю румяна и время от времени хайлайтеры. И тут такого рода ситуация, что мне есть что показать, но по факту это, наверное, частично обманка. Потому что не кривя душой, я скажу, что я просто частично пересыпала вот сюда оставшийся продукт. Так уж получилось у меня, что оставалось совсем капелькой, пользоваться было очень-очень тяжело. Поэтому я решила потихонечку иголкой раздробить и пересыпать в более удобную для себя, так сказать, тару, более удобную для себя емкость, для того, чтобы можно было полностью использовать эти румяна. Вот такие вот они у меня долгожительные. А так, эта двушечка, это Forbidden Fig от Diadalia. Эта однушка сочетает в себя продукты для лица, для губ и для глаз. То есть мультифункциональная. А губ и для глаз я ее не использовала никогда. Чисто как румяна. Отличный, идеальный румяна. Эта двушка просто потрясающая. У меня такая же есть еще одна в закромах. Следующий продукт, это хайлайтер Becca Rose Quartz. Мне кажется, здесь никаких подвижек у меня вообще нету. Я его что-то забросила. И в большей степени я пользовалась хайлайтером How Money Carats от Fenty Beauty. Вот эта вот легендарная однушечка. Мне кажется, вот она у меня ушла даже получше в этот раз. В отличие от прошлого, может быть даже так, что чуть дальше, когда закончится этот блог, я приколю фотографию до и после. Можно будет рассмотреть более детально, что у меня было и что у меня стало. Дальше двушка Rose Cheek Duo от Наташи Деноне. С прошлого раза я выкопала дуплышко более активно здесь. Хайлайтером также пользуюсь, но он настолько тяжело идет. Несмотря на то, что я уже с ним как-то вот сработалась, скажем так, мне нравится, какой он эффект дает на лице, на щеках. Но, к сожалению, как-то вот, даже не к сожалению, к счастью, к сожалению, как это можно сказать. В общем, хороший хайлайтер, но проблема в том, что он очень туго у меня идет. А копать его изрядно от души, тыкая кистью в Refill, дабы поскорее стратить, я честно не хочу, потому что он хороший. Объективно не хочется просто так. Так, Project Pen все-таки я трачу не для камеры в большей степени, а для себя, чтобы получать удовольствие. Какое у меня будет удовольствие, если я буду вне кадра со всей дури тыкать кистью во имя того, чтобы показать красивые дырочки на камеру. Это как-то, ну, это не совсем то, что я преследую в своем личном Project Pen. Затем идут тональные продукты. И мой любимый, слэш, нелюбимый, призм Libre, призма от Givenchy, которая у меня вот все лето так вот и валялась, ни разу я не воспользовалась. У меня светлый оттенок и темный оттенок, которые я мешаю вместе. И тем самым добиваюсь оптимального для себя цвета. Тональник я люблю, но сейчас, когда я уже испробовала больше, более дорогих тональных продуктов, я ощутила некоторые тонкости нюансов и поняла, что призм Libre все-таки он на фоне остальных какой-то максимально сияющий, прям влажное-влажное покрытие дает. То есть для сухой кожи, мне кажется, он очень даже хорошо может подойти. Я для себя нашла сейчас самый лучший вариант это Charlotte. Charlotte's Beautiful Skin Foundation, кажется, называется Charlotte's Tone. Вот он дает прям очень классное покрытие, и оно не так быстро жирнится, как в случае с призмой. Ну и таким образом вышло, что из-за того, что здесь нет SPF, соответственно, каждое лето я откладываю этот тон в сторону и приступаю к его расходу лишь осенью-зимой. Таким образом вышло, что он у меня вот остался неудел. Вот такие вот пироги. И опять-таки, как в случае с блесками для губ, наверное, хочу сказать, что я спешу добавить сюда еще кое-что. Project Pen. Одних тональников мне мало, я нарыла у себя еще два очень любимых тона, которые горячо обожаю и которые я просто боюсь потерять. И это Good Apple от Kat Von D. Как вы видите, я ими уже неплохо так воспользовалась и показывала на канале их несколько раз, а в фаворит они у меня вошли. Это одни из немногих тональных кремов в моей коллекции, которые дают красивое матовое покрытие. При этом не сушат кожу и выглядят очень даже достойно, особенно на камеру. На камеру вообще какую-то идеальную кожу дают. Стирают все-все-все следы, которые можно вообще скрыть. Конечно, летом это довольно плотное покрытие, но на осень, на зиму, мне кажется, будет самое оно. Посмотрела по срокам годности и, скорее всего, я могу их потерять, если не буду ими пользоваться. Они мне очень-очень любимы, поэтому я их помещу в Project Pen. Здесь продукта не так и много, и тратится он очень-очень быстро. Пусть расход у него сам по себе не такой высокий, по факту мне хватает, не знаю, если все четыре пальца погрузить сюда, немножко повозить на подушечках, этого продукта мне хватит на все лицо. Он наносится очень тонким красивым слоем, но, тем не менее, расход у него также имеет место быть. У меня два оттенка, которые мне очень хорошо подходят, как один, так второй. Первый это Light 015, здесь более желтоватый подтон. Он плотный, кремовый, но очень-очень красиво лежит на коже. И второй оттенок это Light 018. Не знаю, можно ли его до сих пор купить в Эль-де-Боте, нельзя. Но вот, кто хотел бы прям живой, красивый матовый тональник, я бы могла рекомендовать бы. У этого более розовый она подтон, но на самом деле он также неплохо усаживается на мою кожу, и оба смотрятся очень даже хорошо. У них разбег не такой широкий на самом деле, и эти тонкие нюансы на лице, в макияже, в полном образе не особо сильно заметны. Ну, наверное, что вот этот лучше все-таки на мне сидит, но это вот милли-милли граммы, на удивление. Бывает такое, когда оттенки разнятся, и один прям хорошо, другой совсем прям плохо. Вот в случае с Кэт Вандишным тональником такого у меня не было. Эти оба оттенка очень хорошо мне подходят и очень хорошо на мне лежат. Ох, блин, елки-палки, я совсем забыла показать вот эти румяна от Rare Beauty. И, кстати говоря, ими я воспользовалась, и уже было несколько раз, и, как можно заметить, у меня расход двигается все-таки. Это матовые румяна, оттенок называется Grace. У румян матовый финиш, но, тем не менее, если наносить их на подвижный такой влажный тон, смотрятся они хорошо. Не как какая-нибудь там, не знаю, матовая замазка. Жалко, что я пропустила, но, в общем-то, хорошо, что вспомнила, и вот сюда могу включить. В следующем у меня идут тинты для губ, но вот переперовские бутылочки я в этот раз, опять-таки, не успела воспользоваться ими. У меня только был опыт использования Pitch Bloom, вот этого тинта от Too Faced. И так как здесь туба непрозрачная, здесь не видно его расхода, но я склоняюсь к тому, что потом все-таки выковырю дозатор и буду дальше тратить продукт. И точно так же с Чупа-Чупсом. Как-то вот у меня руки до него, к сожалению, не доходили. Грустно, но вот так уж получилось в этот раз. И то же самое могу сказать про матовые помады, которые я брала с собой в Project Pen. Ну, летом матовые помады. Какие матовые помады? Летом. Поэтому я редко очень прибегала к их помощи. Но сейчас будет осень, буду пользоваться чаще. И это Melted Matte линейка от бренда Too Faced. Я приколю на заднем фоне все сводчи, которые были сделаны в прошлых видеороликах. Можно будет посмотреть, какие полутона я выбрала, но это действительно довольно ходовые оттенки, которые вписываются под любой мой макияж. Если, конечно, не брать какие-нибудь там, не знаю, супер концентрированные синие или, не знаю, супер какие-то ярко-рыжекрасные макияжи. Тогда, конечно, получится некий перегруз в образе. Если брать более-менее нюдовые, то как раз получится очень даже неплохая комбинация цветов. И завершающей главой моего Project Pen являются вот такие вот кремовые помады в пулях. Кремовые, увлажняющие, в общем, помады, которые находятся в формате патрона. И так уж получилось, что я в прошлый раз говорила, что если к ним рука не потянется, я их буду исключать из Project Pen. И так оно, увы, и вышло, что ни разу я ни одним из этих трех оттенков так и не воспользовалась. Поэтому я принимаю решение расхламить их, что-нибудь придумаю, что с ними сделать. Но вот раз они у меня не пользуются спросом, какой смысл дальше их держать? Нужно будет как-то их утилизировать. Но их место займут другие три помады в пулях, которые мне даже по полутонам и в плане плотности покрытия нравятся намного больше, и которые также хочется включить каким-то образом в свой проект. Итак, знакомьтесь, первая помада. Это коллекция Hardcore Lipstick, и это Too Faced. Что-то как-то здесь у меня много Too Faced, да, получается. Ну и правильно, у меня такие очень абьюзионные отношения с тем брендом. И это оттенок 01 Never Grow Up, называется она. Вот в течении сердечка, и вот столько у меня ее истрачено. Это нюдовый оттенок, немножко уходящий в красненку. Вот столько у меня этого цвета. Я потом сделаю подсъемки, чтобы можно было регулировать до и после, и можно было смотреть за расходом. Она очень вкусно пахнет, имеет увлажняющие характеристики. Я помню, кажется, ее с собой в поездки брала. В общем, мне очень нравится ее потом, очень нравятся ее рабочие свойства. Так что, чтобы она не портилась, тем более у меня такая вторая есть, опять-таки в закромах я специально покупала, потому что оттенок мне очень нравится, и он очень мне подходит. Во многие макияжи вписывается отлично, так что не просто так. Так, следующий это оттенок, который называется Sandy Pink, и это бальзамная кремовая помада от Clorans. У меня она уже неплохо так истрачена. Мне ее когда-то присылали на обзор, не на YouTube, и она с тех времен мне очень полюбилась, но вот из-за того, что и Project Pain есть, и другие какие-то дела, пользоваться я ей часто не успеваю. Вот у этой более теплый подтон, в отличие от Never Grow Up Too Faced Scream. То есть, если здесь больше коричневый, здесь больше розоватый. Мне кажется, камера улавливает эти нюансы. Но причем такие нюансы очень тонкие, очень-очень еле заметные. То есть, такая доля подтона, скажем так. И последняя помада в пулях – это After Glow Lip Balm Fast Lane оттенок Nars. И он у меня тот же Pachat, но, к сожалению, пользуюсь им редко. Это не то, что нежно-розовая. Она на кубах очень-очень приземленно выглядит. Больше бальзам, чем оттенок. Вот такие вот у меня сейчас будут фигурировать полутона помад. И я более чем уверена, что расход этих единиц пойдет у меня более активно, чем прошлых. Так что, мне кажется, правильно я сделала эту замену. Все-таки у меня Project Pain был для того, чтобы косметика радовала меня, и чтобы можно было ее тратить, а не для того, чтобы мучиться. Думаю, что с этим все будет великолепно. Ну что ж, большое спасибо, дорогие друзья, что посмотрели этот видеоролик. Небольшой видеоотчет. Чтобы меня не терять, вы знаете, где меня искать. Я есть во Вконтакте, и уже очень давно у меня там группа. По возможности стараюсь туда загружать фото при дневной съемке своих макияжей, полных образов, иногда свотчи, иногда сравнительные свотчи. Я туда публикую по вашим просьбам. В общем, пишите. Как правило, я к обратной связи открыта. И если кому-то нужны какие-либо сравнительные свотчи, или же еще что-то, я по возможности стараюсь это дело осуществлять. Так что, надолго не прощаемся. Как всегда, увидимся с вами в 11.00, следующее воскресенье. А если что, ищите его Вконтакте, ссылка будет в описании. Всем большое спасибо за просмотр, с вами была Саша. До скорых встреч, всем всего самого хорошего, и всем пока-пока.